Особое мнение на 101FM Вы победили в довыборах в Гордоме и стали депутатом Огромное спасибо Я считаю, что поздравления в данном случае Я считаю, что не совсем для меня это поздравление Для меня это, наоборот, огромный груз ответственности То есть радоваться особо нечему Дело в нашем городе столько, что успеем ли все переделать? Ну, порадоваться работе, которая предстоит Ведь за ней вы, получается, шли Да, конечно Раз и раз это делали Выборы проходили у нас по двум округам до выборы И в обоих округах победителями стали представители Справедливой России Надежда Сураева и вы Причем и вы, и она набрали в два раза больше голосов Если посмотреть результаты, чем ваши конкуренты из Единой России Вот это результат показательный для вас и в чем? Для меня это крайне показательный результат Во-первых, это довыборы На довыборах, поскольку информационный ресурс задействован слабо Явка всегда бывает ниже Но я думаю, что на этих выборах была создана некая интрига Были достаточно сильные кандидаты Все Все достаточно сильные кандидаты И наш избиратель, исходя из понимания, что у нас сегодня происходит в городе Что они хотят видеть, какие изменения И кто, какой кандидат, как представил свою программу За того они шли и голосовали Доверяя или не доверяя решению своих проблем То есть здесь видите вы все-таки победу больше личностную Чем отношение к партии Вы знаете, я вижу победу здравого смысла Вообще мое мнение И я когда проводил встречи с избирателями Я всегда говорил, что я абсолютно против того Чтобы на уровне муниципалитета были какие-то партии Какая может быть, скажите, политическая дискуссия Как ремонтировать наши дворы Как содержать подъезды Как, извините, управлять канализацией, водопроводом и так далее Не может быть политической дискуссии Поэтому, на мой взгляд, это все придумано для того Чтобы в Думу заходили удобные, послушные люди Понятно, от какой партии Но вот тем не менее, да Выбор шел среди представителей партии Не только самовыдвиженцев И вот в данный момент, учитывая, что прошли туда эсеры Сравнялось практически в Думе число единороссов И представителей остальных партий, оппозиционных Вот, на ваш взгляд, повлияет это как-то на дальнейшую работу Думы? Или она уже сейчас не идет на поводу у партии власти? Количество пока еще не сравнялось Единая Россия представится 20 человек КПРФ, ЛДПР, СССР и еще там одна партия 16 человек Количественно, конечно, нет Но я считаю, качественно Наверное, оппозиция уже впереди Качественно Ну и в Единой России сейчас, не будем фамилии называть Мне кажется, есть те там представители Которые все-таки на стороне народа Очень часто выступают И, может быть, воздерживаются от голосования При каких-то антинародных Бесспорно Я считаю, что и среди Единой России Есть достаточно грамотные, прагматичные депутаты С пониманием этих проблем Но вот я вспоминаю Думы Нашего прошлого созыва Там была жесткая партийная дисциплина Почему я вышел в 1911 году из партии? Я тогда сказал, что я просто не хочу быть Вот в таком стадии Где все должны по команде одного человека Поднимать свои руки У каждого должно быть свое мнение И это мнение должно основываться На тех посылах Которые ему дают избиратель В своем округе Депутат должен представлять округ То есть изменилась Дума за это время, на ваш взгляд? Ну, я думаю, Дума, которая работает сейчас Считаю, что нет такой жесткой партийной дисциплины И, на мой взгляд, это абсолютно верно Это абсолютно верно Вот для меня Дума – это площадка для дискуссий Раньше это считалось по-другому Площадка для отстаивания мнения народа А не кого-то еще Для дискуссий, в том числе, конечно Конечно, депутаты как раз Они представители той или иной части нашего города И они должны доносить позицию своих избирателей В Думе И должна вестись определенная дискуссия А еще раз повторю, что Какие-то партийные интересы На уровне муниципалитета На мой взгляд, ну, абсолютно Для меня это неприемлемо А вы, вот сейчас, придя в Думу, какого направления работы хотите придерживаться? Какие-то, может быть, планы уже есть у вас? Первоочередные задачи, которые хотелось бы решить? Бесспорно, бесспорно Я считаю, что в первую очередь Мы должны заняться совершенствованием нормативно-правой базы Нашего муниципального образования Есть много вопросов, которые мы должны скорректировать Я не хотел бы сейчас останавливаться подробно на этом Но я думаю, что на ближайших заседаниях, на ближайших комиссиях Я эти предложения уже буду вносить Второй момент Для меня очень важный, крайне важный Это основная, я считаю, задача депутата Это бюджетный процесс Как вы знаете, у нас три стадии бюджетного процесса Это рассмотрение, принятие и контроль за его исполнением Вот рассмотрение идет неделю в году Принятие идет 2-3 часа А все остальное время мы должны уделять контролю Вот что получается? Почему, допустим, когда эти проходили выборы Я всем говорил, как можно представить Когда в Думу некоторые, в том числе партии Выставляют подчиненных главе администрации Вот для меня это абсолютно правовой нонсенс Который нужно исключать Вы сейчас про руководителей МУПов? Конечно, конечно Как подчиненный, идя в Думу, будет его контролировать Расходование средств своим руководителем Но любой нормальный, здравый руководитель Скажет, наверное, вариантов два Как я всегда говорил своим избирателям Или ты сидишь тихо и не выступаешь Или ты пишешь заявление И можешь остаться депутатом Но в большинстве случаев Все заинтересованы в своей работе За редким исключением За редким исключением Поэтому вот такая вот ситуация По поводу контроля бюджета Значит, я считаю, что у нас очень много Абсолютно ненужных расходов Абсолютно ненужных Например Давайте возьмем Газета муниципального образования Город Киров Наш город Вот я не понимаю, зачем ее цель Если раньше мы были обязаны Публиковать все решения Думы и администрации В печатном средстве массовой информации Сейчас такой обязанности нет Есть официальный сайт Однако Определенное количество средств Мы на это выделяем Ну, наверное, там невеликие деньги Еще какие Какие? Абсолютно непонятная для меня Статья персональных пенсий Для муниципальных служащих Что-то я не замечал За последнее время Каких-то героических свершений В управлении нашим городом Чтобы мы добровольно Соглашались на такие доплаты Я не вижу Еще раз повторю Героических решений Наших чиновников Ну, в общем-то, видимо, скоро Мы услышим о каком-то новом законопроекте, да? Ну, это незаконопроект Это будет Я надеюсь, что это будет Какой-то нормативный акт Инициатива, да Еще Что на ближайшие Свою перспективу я хотел Это обязательно ввести Ежемесячную отчетность Тех или иных руководителей Замов По самым таким острым направлениям Это, можно сказать, и благоустройство Много тем, которые на слуху у нас Которые волнуют жизнь нашего города А сегодня, я не знаю, есть ли такая обязанность Я хочу, чтобы это в рамках депутатского какого-то часа Обязательно Обязательно Отчет перед депутатами Конечно И чтобы депутаты могли задавать свои вопросы Понятно, что по каким-то там самым основным направлениям Информация в СМИ постоянно поступает Но это дороги, это благоустройство Бесспорно, бесспорно Много проблем Доходы нашего бюджета, расходы Вот все это мы должны обсуждать Еще раз говорю, не раз в год Я очень хочу, чтобы Дума контролировала администрацию Ведь контроль за деятельностью на Думе Сегодня наоборот получается Даже готовые решения порой приходят из администрации И говорят, депутаты проголосуйте А депутаты зачастую Что-то сейчас начинают заниматься благоустройством Ну, все с ног на голову С ног на голову все перевернулось Согласитесь со мной Но при этом все-таки меняется, мне кажется, с этой Думой Немного подход Ну, хотя бы вот пример депутатских слушаний Которых никогда не было И которые вдруг Депутатские слушания были Были всегда Но по большей части они проводились формально Формально И еще раз повторю, что Когда был принцип партийной дисциплины Все должны были заранее депутаты все обсудить И на каких-то публичных слушаниях Свои мнения особо выражать не приветствовалось К сожалению Ну, а если относительно ваших избирателей Если сейчас говорить не о контроле работы чиновников О том, что касается избирателей Есть какие-то планы Не знаю, по улучшению жизни в том же вашем округе? Бесспорно, бесспорно Планов просто много И не случайно хочу повторить Что я провел Чуть меньше 100 встреч Ну, больше 90, да? За вот эти вот 6 недель Практически в каждом доме мы провели В каждом дворе Мы записывали те проблемы Которые вот там волнуют людей А это особенно благоустройство Особенно благоустройство И наши тарифы Непонятность, как они регулируются Кто их принимает Работа с управляющими компаниями Вот это то, что, в общем-то Опустошает наши тарифы Опустошают карман наших людей И внятного ответа За что, куда, почему, кому Люди не получают К сожалению, не получают Вы хотите объяснить? Я хочу немножко регламентировать этот процесс И большую его часть выносить в публичную сферу Вот сегодня Вы помните, что Я вам напомню До, по-моему, 2007 года Я был депутатом Тарифы рассматривала Городская дума Принимала На воду, на канализацию И так далее Я вспоминаю Думу тех созывов И Василия Алексеевича Киселева Ему никогда с первого раза Тарифы в предложенном варианте Принять не удавалось Мы всегда влезали в каждую цифру И требовали объяснения Почему, почему раз Почему то, почему другое И я всегда помню, что Администрация и Василий Алексеевич Киселев Всегда шли на какой-то компромисс И эта цифра всегда уменьшалась Сегодня это Почему-то стало прерогативой Орегиональной службы по тарифам Никто не знает Отчего, как Вот мусорный тариф Вам пример Год мы платим Через год Антимонопольщики проверяют И говорят, что излишне заложено Что-то с ним не то Действительно, эта программа Особое мнение И сегодня его высказывают Испранные депутаты Кировской городской думы Альберт Бекалюк Альберт Александрович Мы с вами до перерыва Обсуждали ваши планы О работе Уже не в новой для вас Может быть сфере Депутатом вы были раньше И теперь вы снова им стали Но у вас другой округ У вас новые люди Вот чем вы конкретно людям Помочь хотите Да, действительно Еще раз повторю Что количество проведенных встреч Оно сложило определенный кругозор Определенные впечатления О необходимости тех задач Которые стоят Ну, во-первых Я хотел бы поблагодарить Есть у нас такая структура Министерство спорта и молодежной политики За такую большую помощь За последние два месяца В организации благоустройства Шестого округа Где находился мой избирательный округ Да Там просто несколько десятков Камаза Вот асфальтовой крошки Сотрудники этого министерства Организовали Привезли Я выражаю искренне Слова благодарности И от себя лично И от избирателей Своего округа Но вот Как депутат Вы знаете Я хотел бы задать Некоторые вопросы За счет каких средств Это все было сделано Да И в рамках каких полномочий Министерство спорта А точнее его сотрудники Вот такую бурную деятельность Там вели Вот лично для меня Это непонятно А если это Там личное дело Да То Ну наверное Там человеку нужно Предложить работать В управляющей компании Вот этим сотрудником А что это Расскажите поподробнее Если это опять же Проводилось в рабочее время То наверное Нужно думать О штатной численности Да Что за работа О каких работах Вы говорите сейчас Насколько мне известно Сотрудники Вот этого Министерства Спорта И молодежной политики Активно занимались Благоустройством Именно в шестом округе Видимо помогая Каким-то кандидатам Мне конечно сложно Говорить каким Но знаю что Имена вот этих людей Активно звучали на устах Поэтому вот задавая Эти вопросы Я наверное Также бы хотел Как депутат Услышать ответы В публичном Пространстве В том числе От руководства Этого министерства В том числе От каких-то контролирующих органов На какие средства И в рамках Каких полномочий Это делалось Вот Но однако Все равно Большое спасибо За эту организацию Надеюсь что Людям Это все понравилось О тех делах Которые Которые Хотелось бы Сделать В ближайшее время Значит Вот Возьму улицу Воровского Знаете За последние Полтора-два месяца Я С улицы Воровского На Чапа Поворачивал Там несколько раз В день И вот Для меня Абсолютно непонятная ситуация Вроде улицу сдали Доделали Вот этот трамплин Который при повороте Существует Высотой Асфальтного покрытия В 12 сантиметров Сегодня специально Померил Кто-то как-то И не собирается И забыли А Знаю что Ответственные лица Администрации Проводят Какие-то там Велозабеги Да Вот очень бы хотелось Чтобы они проехали Даже не на велосипеде Потому что там будет сложно Ну хотя бы там На своей машине Со стороны ЦУМа Повернули А Сваровского На улицу Чапаева Даже хорошо Если это будет Кто-то сидеть На пассажирском сидении И в час пик Ну то есть Это не бордюр А это просто На дороге Сняли асфальт И сейчас высота Там 12 сантиметров Еще раз говорю Я сегодня проверю А работы завершены То есть Это стресс Некий такой Для пассажиров А там на этих местах Часто ездят дети Когда летит на встречку И в час пик Тебе машина Ну это просто страшно Два месяца Уже это там Не знаю Я думаю Что все жители Вот этого округа Меня сегодня Горячо поддержат Услышав мои слова А еще один момент На котором я бы хотел остановиться Это печально известный В нашем городе Не только уже в нашем городе А в нашей стране Детский сад На улице Маклина 40 Вот родители Это там где провалился ребенок В яму Да-да-да Вот родители Я вам скажу Что Которые мне регулярно Звонят по этим вопросам Я их Прекрасно понимаю Их страх Когда они отдают Своего ребенка Туда И думают Провалится Не провалится Напомним Да Слушателям Что год назад Провалился ребенок Даже чуть больше года Да А нынче снова появились Да Провалы Да-да-да Потому что Построен детский сад На месте каких-то Разрушенных уже домов Да И видимо Территория почвы Не была приведена в порядок Да-да-да И на мой взгляд Там просто необходимо Принимать срочные меры И поэтому Пользуясь Сегодняшним нашим эфиром А я надеюсь Что пресс-служба Там или как это называется В администрации Какая структура Которая должна следить Я надеюсь Что главе администрации И его подчиненным Будет передана моя просьба Я бы очень хотел По настоянию родителей Пригласить туда Ответственных сотрудников В четверг В 13 часов Чтоб мы вместе По этой территории Походили И надеюсь Чтоб ответственные чиновники С учетом их политического веса Попробовали По этой земле Походить Может поймут Как зашаталась земля Под их ногами Под их Еще раз повторю Политическим весом Или нет Ну станет понятно Очень бы не хотелось Чтоб мы второй раз Прославились На всю страну Ведь за это бездействие Кто-то будет отвечать Да прославиться Это ладно Главное Чтобы дети Не пострадали Бесспорно Это самое главное То что я сказал Дело даже не в этих В бездействии Этих ответственных Чиновников наших Дело в детях Безопасность Здоровье Я прекрасно Еще раз понимаю Вот у меня у самого Там дети Да Ну это же как нужно С какой тревогой Это постоянно осознавать Случится Сегодня или не сегодня И если мы это Вот сегодня не сделаем До холодов То весной Это точно случится Не хотелось бы Давать такие прогнозы Но принимать Нужно срочные меры Альберт Александрович Время у нас Неумолимо бежит Мы поменяем Немного тему Хорошо Кроме того Что В последнее время Там Вы снова Появились Ваше имя Появилось там На слуху Да Как кандидата А теперь уже Как депутата Еще Многие кировчане Вспомнили Вас В связи с тем Что вы Выступили Свидетелем По делу Парка Победы Где обсуждается Значит вопрос Продажи земли По заниженной Стоимости Вот вы Сейчас За ходом Расследования Продолжаете следить Конечно Я и был допрошен Как свидетель Где-то примерно Месяц назад Это происходило И не просто А я продолжаю Следить Я напомню Что в общем-то Вся эта история Это с меня И началась То есть я был Как раз депутатом По тому округу Именно тогда Жители с улицы Монтажников Мне позвонили Это был Где-то середина Конец августа 2011 года Сказали мне Что Альберт Саныч Дорогой Приезжай У нас тут появился Забор У нас тут спилили деревья Что-то не то Я была на этом заседании Как раз Где вы давали показания Где вы рассказали Что за то Чтобы вы не выносили Эту историю На всеобщее услышание Вам предлагали Квартиру в Москве Например Да Там не только Это было И это Это самое Там были Натуральные запугивания Просто Ну я думаю Что давайте Оставим эту историю За кадром Я надеюсь Что все это В ближайшее время Получится какое-то Логическое завершение А каким Каким думаете Оно будет И каким Быть должно Быть должно Ну вот вы знаете Я абсолютно не понял Сейчас действия Администрации Которая подала Иск К обвиняемой Ефаркину На 165 миллионов рублей Для меня Вы знаете Это просто Наверное Для любого Здравомысляча Человека Какой-то нонсенс А поясните В чем Поясните Слушая Показания Некоторых свидетелей Мы поняли Что схему-то Придумал Не Ефаркин А придумывали Сотрудники Администрации Насколько мы знаем С вами Да Из показаний Почему сейчас Иск Ефаркина Я не могу понять Я бы на месте Ефаркина Какой-то регресс Предъявил Управлению Архитектурой И градостроительством В лице Его руководителя Интересное мнение Смотрите Вот многие Свидетели Да Ну и ваши Показания В том числе Да Об этом Что В этой схеме Замешан Владимир Быков Да И вот Его Владимира Быкова Он Он же давал Показания Своим подчиненным Вот Он контактировал С Ефаркиным Которого называют Его другом Да Он должен был прийти В качестве свидетеля По ходатайству Стороны защиты Но не явился Как и другие депутаты Того созыва От Единой России Которые Принимали решение О переводе Земель О смене назначения Земель Вот это вот О чем говорит На ваш взгляд Конституция Российской Федерации Нам позволяет Не сведеться Против себя Как я дотечу Здесь комментарии Мне сложно А чем руководствуется Этот господин На мой взгляд Лично я Наверное Наоборот Пришел И пояснил Свою позицию А вот Когда мы Стараемся Все в тени И все Ничего лишнего Не сказать Вот тогда И получаются Всякие Недомолтки Недоверия В том числе К власти Недоверия Наших избирателей Вот это все идет Ну вот еще Уточню по поводу Того что вы говорили О том что Иск подавать Нужно на чиновников Городминистрации Вот допустим у нас в эфире был Лидер кировских коммунистов Сергей Мамаев И он то говорит о том Что не надо Подчиненных Быкова Ни в чем винить Потому что они Люди подневольные Они исполняли Указания Своего начальства Значит Быков для них Не начальник Не был Никогда Он был главой города У тех чиновников Которые принимали Это решение Руководитель был Единственный Глава администрации У них с ним Трудовой контракт Если вы не согласны С решением Если вы считаете Что что-то делается Не так Есть масса Правых способов В том числе Подача своего Особого мнения Руководителю Объяснили И так далее И так далее Но однако Об этом подумали Только сейчас А раньше Думали Что это Генеральная линия Партии Которой должны Придерживаться все И схемы придумывали Понимаете Самое главное Схемы Вместо того И все прекрасно Знали Что сколько Стоит этот участок Вместо этого Мы получили 338 тысяч А 165 миллионов Если мы Сопоставим В тех деньгах Которые у нас Идут на строительство Садиков С учетом софинансирования Сколько же этих Садиков Мы могли построить С вами В нашем городе Не только садики Благоустройство Наверное Сделать получше Для детей Создать Для молодежи Какие-то особые Условия Тогда на заседании Я даже выписала Вашу цитату Наши чиновники Придумывают Законные схемы Причинения Городу ущерба Бесспорно 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 Я и сейчас готов Это повторить Именно законную схему Еще один вопрос Вот я и спрашиваю В чьих интересах Они действуют Муниципалитета В целом Или отдельных Личностей А нам тогда Сказали Что Ой Даже мы не предполагали Да как же Не предполагали Да все Прекрасно предполагали И что Изменит Эту цену Что Будет Такая Существенная Разница Настолько Будет Занижена Стоимость Это ведь Вот вы знаете На моей памяти Даже не первый случай У этих деятелей Я думаю Что еще много В ближайшее время Мы узнаем Пока я не хотел бы Опережать Развитие событий Но я думаю Что Я уверен Что скоро Будет много интересного Ну в следующий раз Когда мы спросим Встретимся Спросим вас О том Что вы еще знаете А сейчас у нас Перерыв Реклама Полторы минутки Продолжается программа Особое мнение В студии сегодня Работает Мария Кожевникова А напротив меня Избранный депутат Кировской городской думы Альберт Бекалюк Альберт Александрович Перейдем к другим темам Актуальным Городским проблемам Назовем это так Ну и конечно же Нельзя не поговорить О транспортной реформе Которая сейчас на слуху А началось все с того Что Ну кроме там Недовольства Жителей Кроме Действительно Вопросов Которых было много К этой транспортной Схеме Началось все с того Что Игорь Васильев Встретившись С главой Администрации Главой города Высказал свое мнение О том что Ну вот Не надо бы такую Антинародную вещь Возможно вводить Ну до тех пор Пока по крайней мере Не появится там новых автобусов И остановки не будут комфортными Чтобы мы могли пересаживаться Вот На ваш взгляд Здесь все-таки Дело-то в ком В воле Губернатора Или в том что Ну что-то действительно Пошло не так С этой реформой И нужно было Как-то ее остановить Я думаю Что началось это все Много раньше Чем та встреча Губернатора С представителями Администрации города И главой города Началось именно с того Что Депутаты В том числе Начали выносить Эту проблему В публичное пространство То есть Ведь вот Наша основная проблема Недоверие Да Она заключается Как раз в том Что Многие Темы У нас обсуждаются Кулуарно И никто не знает И потом узнаем О принятом решении По факту Вот это наверное Один из немногих случаев Когда Так бурно Единодушно Все начали высказываться Против этого За редким За редким исключением Да Понимаем О чем говорим Поэтому Встреча у губернатора Это уже было Таким логическим Завершением Логическим Жирной точкой Чтобы Больше в этом вопросе Не продолжать Не будоражить Умы Наших горожан На мой взгляд Это вообще Абсолютно просто Глупая затея Которая На мой взгляд Направлена На то Чтобы потратить 15 с небольшим Миллионов рублей То есть перемен На ваш взгляд Не нужно нам Или они должны быть Другими Какими-то Перемены Нужны всегда Но они должны быть Грамотные Прагматичные И с учетом Мнения большинства Здесь большинство Нам сказало Что мы не хотим этого И эти перемены Были абсолютно Непродуманными Непродуманными Но тем не менее Некоторые Высказываются О том Что Власти Пошли на поводу У толпы Которая Изменений боится Которая Не понимает Что-то Ну давайте Будем реалистами Вот сегодня Общественным транспортом В большей части Пользуются у нас Дети Школьники И пенсионеры Люди более Старшего возраста Вот вы представьте Вот это изменение Схемы В их головах И головах родителей Куда их сын Или дочь Уедут Направляясь в школу Ошибется Не ошибется Сколько он будет Стоять на этой Пересадочной остановке Замерзнет Не замерзнет Ну боже мой Ну зачем все это Я вообще не могу понять Зачем Мы Вы знаете Вот мы много говорим Там о инвестиционной Привлекательности И необходимости Знания инвестиционной Привлекательности Нашего города Но Последние Лет 10 Я несколько раз Озвучивал тему Да У нас Даже на остановках Нет схемы Движения маршрутов Транспорта Вот вы знаете Я несколько раз Приезжал на вокзал Вот ранним поездом Там Который В 6 утра приходит Чуть пораньше И пытался провести Такой вот для себя Эксперимент Спросить Как доехать Туда-то Туда-то Вот из 5-6 человек Мне отвечал только один Никто не знает Да То есть даже В старой схеме Не ориентируется Даже в старой схеме Не ориентируется Еще новую предложи Ну и второй момент Вот предложение Нашим Великим реформаторам Ну давайте схему-то На каждой остановке Повесим Чтоб люди знали Как от вокзала Можно доехать туда Или туда А вот опять же Смотрите Как вы говорите Извините Перебиваю Везде Во всех городах Это есть С наложением На какую-то карту В Москве есть Пожалуйста В Нижнем Везде Везде Только мы Думаем Что это не надо Потому что Наши уважаемые Чиновники Я уверен И вы согласитесь Общественным транспортом Наверное Не пользуются Ну не все Пользуются Но наверное Не все Смотрите Вот по поводу Вашей мысли О том Что перемены Нужны Но они не должны Быть продуманными И не такими резкими Правильно я вас поняла Ну конечно Я думаю Что вот такой проект Корректировки Не такой глобальной Реформы Которая там А корректировки Да Могли бы сделать И местные специалисты С учетом специфики Наших дорог Потому что Вспоминая там Где маршрут Должен был пройти По улице Казанской Ну это понятно Что человек Приехав там Из Рязани Или из Москвы Конечно Ну наверное Не ориентируется в этом Что ж его судить Потом уже на депутатских Слушаниях Нам объясняли Что это ошибка Или что кто-то Неправильно понял И по Казанской Идти ничего не должно Бесспорно Может это ошибка Ну по крайней мере Откуда-то она взялась Да Кто-то ее нарисовал По этой улице Еще одна идея Ну на этот взгляд Она реализуется На этот раз Она реализуется И видимо Реализована будет Это дизайн-код Улицы Ленина Вот об этом Еще интересно Было бы Ваше мнение Узнать Насколько Такая История Нам нужна Вы знаете Я не соглашусь С вашим утверждением Что она Что вы надеетесь Что она будет реализована А я не надеюсь Я сказала Она скорее всего Будет реализована Я очень надеюсь Чтобы она не реализовалась Потому что Вот почитав Те критерии По улице Ленина Особенно по рекламных Конструкциям Я пришел к выводу Что мы Собираемся Отмечать не Юбилей нашего города А Встречаем Траур Объясняю Почему Вот Когда Встречать Юбилей И праздник Это всегда Должен быть Красочно Ярко Что-то сверкает Мигает И так далее А когда Траур Зеркала закрывают Цвет приглушают И так далее И так далее Вот я читаю В перечень Запрещенной Рекламной Конструкции Которые должны Войти Запрещены Выносные светильники Лайтбоксы Рекламные вывески На балконах Рекламные растяжки Уличные светодиодные краны Светящиеся буквы И так далее И так далее То есть Мы чего Хочем погрузить В какой-то Тени траура Наши улицы Ленина Я не могу понять Видимо речь О каком-то другом варианте Подсветки идет Я не знаю Каком Уличные светодиодные экраны Вот я вам пример приведу Вы наверное знаете Москва Улица Тверская 70% зданий Это исторические здания Все сверкает Все горит Они там не ориентируются И каждому юбилею Так украшают Что просто Вы знаете Радость Тем не менее Это не выглядит Так как выглядит Сейчас наш город Когда на одном доме Вывески зеленые На другом Какие-то дико оранжевые Ну вот взять Это же здание Пусть это не Ленина А Карла Маркса Да Рядом с октябрем Купеческий дом Скажите А какой вы считаете Все должно быть В сером цвете В синим Или в каком Или в черном Вот на мой взгляд Чем больше колористика Тем ярче Тем лучше настроение У нас и так солнце Мало дней в году Я за радость в жизни Пусть это будет Хотя бы В каком-то Одном Одном Дизайне Я вообще помню С подобными предложениями Архитектура выходила На думу еще в 2010-2011 году Когда тоже говорили Что давайте все вывески Вообще во всем городе Сделаем одинаковые Напишем одинаковым шрифтом Одинаковым цветом И так далее И так далее Тогда вот мое предложение И мое сомнение Все депутаты думы Меня поддержали тогда Я спросил Как вы представляете Там вывеску МТС Билайн Пятерочка Глобус Кого угодно Макдональдс Что все это в едином цвете Единым шрифтом В Париже Макдональдс Подстраивается Под дизайн-код Может быть в Париже Подстраивается Да Но все-таки Я следую Каким-то мировым Тенденциям И если есть бренд Да И рекламное название Какого-то там Какого-то бренда Да То мы его привыкли Видеть таким Я не знаю Может приезжая в Париж Мы там не найдем Макдональдс Я особо о нем не жалею Да Но еще раз повторю Мое мнение Я бы хотел видеть наш город Ярко-красочным То есть вы бы оставили Улицу Ленина Такой Какая она Да я наоборот бы ее стал Украшать больше Еще предлагать Как можно Ярче ее сделать Как можно ярче Ну вот это вот Предложение Которое я прочитал Что все Все вывески Все убрать Все светящиеся Ну это вообще Не знаю Мрак Это траур Вот на мой взгляд Это траур А не юбилей города У нас остается Две минутки Еще одну тему Хочу обсудить С вами Накануне Стало известно Что из городадминистрации Увольняется Начальник департамента Городского хозяйства Сергей Леонтьев Это еще один пример Того Что приезжие чиновники У нас не задерживаются Дольше чем На год Вот Здесь Есть какая-то Закономерность Видите вы ее Они убегают от нас Или что Или нет Или это нормально Нормальный рабочий процесс Как некоторые говорят Вы знаете Я вообще не понимаю Зачем из крупных городов Из столиц Или из соседних Достаточно богатых регионов Люди приезжают сюда На совсем другую зарплату Еще раз Я не вижу в их действиях Никакого героизма Чтобы произошли Существенные изменения В нашем городе Что-то не видно Мы видим все Какие-то схемы Придуманные В последнее время То одно То другое То Там водоканал То Освещение И так далее И так далее То управляющие компании Наши Из одних рук В другие Все переходит Людям-то Чего-то от этого Проще не становится Только больше и больше Все выкладывают Из своих карманов Я Не понимаю Мотивации этих людей Я Не понимаю Эту кадровую политику Я считаю Я считаю Что и у нас В городе Есть достаточно Грамотных специалистов Но Однако Проводить Какие-то Открытые Кадровые Конкурсы В кадровый Резерв Что-то не наблюдаю Я такого там Желания А вдруг Победит Туда незнакомый Да Как же Решать вопрос Это с ним Не знаю Ну вот На этой ноте Мы и заканчиваем Сегодняшнюю программу В студии у нас был Избранный депутат Гордумы Альберт Бекалюк Думаю Что будете вы Теперь Частым гостем В нашей студии Альберт Александрович Спасибо вам большое Спасибо вам Всего доброго Доброго дня Всем слушателям Всего доброго Особое мнение На 101FM Субтитры сделал DimaTorzok